Здравствуйте, с вами снова Андрей, продолжаем играть в Тотулу Ротилу Западно-Римскую Империю И у нас на повестке дня штурм будущего Копенгагена, а ныне просто Хафна Ну, потому что, собственно говоря, на датском Копенгаген будет, по-моему, Кобенхавн Кобенхавн, как-то так Ну, в общем, короче, это значит просто гавань Владеет ей сейчас варина, потому что данные, которые владели исходно, были варинами, по всей видимости, истреблены Ну, и у противника, на самом деле, довольно серьезный гарнизон, который нас превосходит числом, несмотря на то, что я взял наемничку Так сказать, сейчас как мы будем действовать? Во-первых, у противника имеется гарнизонный флот, в котором, как я посмотрел, имеется корабль с анагромом Значит, соответственно, мы сейчас у побережья стоять не будем Отойдем чуть-чуть подальше, вглубь, так сказать, вглубь острова, да, на котором у нас происходит все это сражение И, соответственно, здесь расположим наши анагры Значит, причем мы будем стрелять сейчас с зажигательными снарядами И наша задача даже не обязательно разрушить все вышки А просто сжечь большую часть города В любом случае, город я буду сжигать, я, естественно, не собираюсь его оккупировать Поэтому повреждение города сейчас для меня, чем он больше поврежден, тем лучше Я напоминаю, что при повреждении города противник получает штраф к атаке В ближнем бою штраф к защите в нем же и штраф к морали Поэтому, чем больше мы зданий сожжем, тем больше будет этот самый штраф Значит, у нас имеются... Я сейчас нанял топорников, довольно-таки крутых, я вам скажу Лучников нанял В принципе, все эти ребята нам вполне должны в атаке нашей помочь Вот кавалерия, ну, не особенно она, конечно, нам здесь полезна Но, в принципе, тоже может помочь Значит, была у меня, в принципе, мысль попробовать кавалерии, опять же, встретить Высаживающиеся ребят на берегу Но, с другой стороны, посмотрел, все-таки у них вход достаточно большой Там лучники еще есть, они могут их вообще с воды расстреливать Поэтому не будем заниматься этой ерундой А лучше просто нормально расставимся на суше Значит, фланги свои я прикрываю С одной стороны их прикрывают дома С другой стороны их прикрывает лес Поэтому атаковать меня вражеская кавалерия, в общем-то, не сможет Ну и, в принципе, начинаем обстрел Что я могу сказать, надо сейчас тщательно будет выбирать дома Ну и, соответственно, стрелять мы будем следующим образом То есть, попали в один дом, стреляя в другой Чтобы было максимальное количество точек возгорания И чтобы у нас побыстрее распространялся огонь по усилению В общем, конечно, город нужно брать Потому что мне, опять же, затягивание Третьей маркоманской войны, которую мы ведем Со всей оставшейся Северной Европой Мне, честно говоря, совершенно не нужно Мне нужно зачистить Всяких козлов на своей территории Которые по ней бродят Мне нужно, в принципе, зачистить мавров И нужно И аталанов надо отбиваться И готовиться к нападению гуннов, опять же Так что у нас очень много всевозможных задач Которые надо решать как можно более оперативно Поэтому мы и не можем Ну да, вот видите, так сказать Имеется у противника довольно дофига корабликов С другой стороны, у него там очень много морпехов А морпехи, это все-таки ребята Которые предназначены в первую очередь Для морских боев Или же для боев на укреплениях Если у них есть пиломы, например Ну, вы, собственно, видели в предыдущей серии Как это все происходит А вот, что касательно Что касательно Наземного боя обычного То, конечно, сказывается просто то, что их банально мало в отряде Я даже не смотрю на их статы Их там просто, по-моему, раза в два, по-моему, меньше Или даже в три, чем обычные пехоты Поэтому они обычно сливаются Да, уже минус два ко всем статам у противника Все довольно неплохо идет В Копенгагене, кстати, мне доводилось бывать Ну, правда, проездом, но тем не менее В свое время был там я Вот, ну, честно говоря, город достаточно унылый сейчас Ничего особенно там интересного нет Ну, там, понимаете, как Даже та же самая старинная архитектура Она какая-то, ну, не особенно изысканная И достаточно однотипная, если честно То есть с тем же Питером не сравнить Питер значительно красивее В принципе, знаете, такой город, я бы сказал, наводящий депрессию Я не удивляюсь, что в свое время тот же Андерсон, который там жил Он, в общем, писал весьма такие грустные сказки Памятник там этой русалочке, блин, он мелкий Его не видно, там, толпа стабильно торчит рядом с ним Ну, а так, в общем, на самом деле ничего особенного город себе не представляет Там, что интересно, поскольку город находится на острой площади Там маленький, там аэропорт находится в городской части, например Это, кстати, к вопросу о том, что, значит, в Европе все везде всегда сделано по уму Ну, в данном случае нет В данном случае постоянно у вас над головой будут летать самолеты Конечно, в Европе есть шумовые нормативы Но, вы знаете, это все равно неприятно, когда патражирский самолет над вами летает Потому что махина здоровая и все-таки она шумит Так или иначе Ну, да ладно, это уже такие, знаете, личные моменты Которыми я пытаюсь заткнуть, так сказать, пустоту в эфире Потому что у нас ничего особо не происходит Поселение у нас горит, конечно Но огонь распространяется, откровенно говоря, очень плохо Я так понимаю, чтобы нормально По-нормальному поджечь поселение Надо хотя бы два анагра Ну, в смысле, два по четыре, да? Но, к сожалению, поскольку у нас анагры все наемные Свои Конечно, я могу попробовать построить там эту мастерскую Но, вы знаете, все-таки, все-таки Все-таки мне не нравится снижение общественного порядка Которое дает эта мастерская У меня там и так все плохо в этой провинции С общественным порядком, там пищи нету, нифига Так Я даже не знаю Блин, ну Минус четыре это Ну, не то, чтобы много, если честно Да Ладно Может по войскам такие стрельнуть В принципе, тут есть Можно попробовать стрельнуть по полководцу Вдруг убьем его Давай сюда Здесь очень много народа собралось О, попали Вот, кстати, вы видите, что он пишет два фрага Но там явно больше, чем два человека погибло То есть, подсчет фрагов для анагры идет неправильно Так, скоро мы уже достреляем Можно будет постепенно переходить к выдвижению остальных войск Противник, естественно, полностью высадился Но, если честно, я и не ставил все цели Как-то ему помешать это сделать Сами понимаете, стрелять из анагры по кораблям Это довольно глупо Потому что здесь у нас хотя бы почти каждый снаряд Или попадает в вышку Или в солдата Или в дом Что, в принципе, все это для нас довольно неплохо А так в море большая часть снарядов будет просто Попадать в море и пропадать зря Так, ну че там? Последний снаряд у нас остался Сколько мы убили? Меньше ста Меньше ста, ну в принципе, в принципе нормально С другой стороны, как я понимаю Все это мы убили анагром А анагра, видите, показывается, что там 22 фрага То есть, ну, абсолютно неадекватный подсчет фрага Так, ну и что? Сейчас у нас есть еще лучники Которые, в принципе, тоже могут стрелять огненными стрелами Но я так просто так по домам там они стрелять не могут Поэтому надо очень аккуратно действовать Анагр мы, естественно, отводим в тыл Лучников выдвигаем чуть подальше Берем огненные стрелы Вдруг еще что-то подожжем Хотя я сейчас беру, я там не уверен Так В принципе, заходить в город действительно надо с нескольких направлений Хотя я думаю, что направление нашего главного удара все-таки будет через центр Потому что здесь относительно широкий проход В принципе, есть И можно как-то через него нам большую часть пехоты провести Так, у нас здесь в основном германские копейщики У германских копейщиков Вот меня еще интересуют морпехи Да, у морпехов Короче говоря Просто по копейщикам стрелять бессмысленно Вы помните, так сказать Наш бой за колонию Агриппину Когда мы В общем, никакого абсолютного урона практически не нанесли Так что смысла большого на самом деле нет Вот вражеских стрелков пострелять можно немножко Морпехов Тоже в принципе можно Хотя Хотя тоже там эффективность спорная Просто мне нужно максимально нанести им урон до того, как идти на штурм Потому что, сами понимаете И по балансу показывают, что у противника преимущество И атаковать Атаковать достаточно сложно Вообще за западную римскую империю Так Давайте попробуем, например Шугануть кого-нибудь кавалерии Может они вдруг выйдут Другим отрядом это сделать В принципе Значит В принципе Конных застрелов могут Опять же Кого-нибудь там потроллить Тут у них везде лучники, конечно, стоят Тут неприятно Потому что конные застрелы, конечно Очень уязвимы для лучников Но, знаете, надо попробовать их как-то выманить оттуда Потому что, ну Не хотелось бы мне самому им атаковать Здесь ребята так Довольно прочно встали у барона Давайте, что ли, может быть, разочек кинем копия И потом отойдем Например, используем меткий выстрел Ну и че Нет, вот Так Так, тогда Смотрим Мой обычный метод дал вообще какие-то результаты Похоже, не дал Не выходят они из города Как я погляжу, да Те какие-то перемещения совершают Хреново Никто не гонится за моей конницей Потому что иногда бывает, на самом деле, такое Ну, собственно, вы Вы это все дело видели уже В некоторых предыдущих бипах Ну что ж, давайте тогда Встанем к перестрелку с вражескими лучниками Благо, они неправильно стоят То есть, они стоят на спагете-лайне Ох, как это оптимально для стрелков Ну, по крайней мере, в стрелку и дуэли Так, один из отрядов мы заводим в лес Потому что там он будет получать меньше урона от обстрела Второй, соответственно, будет как бы С фронта стрелять Потому что у нас здесь Леса не так много, как мне и хотелось Так, менять ли нам Боеприпас Ну, в принципе, фиг знает В принципе, фиг знает Так, давайте-ка мы Пехоту нашу все Чуть-чуть поближе выделим Потому что вдруг противник решит перейти в контратаку Так, и че? Вы хотите сказать, вы еще не дошли, да? Радиусы стрельбы Вот, кстати, смотрите Типичная проблема игры Кривая механика То, что мои войска подошли криво И все У них стреляет только половина стрелков Вторая половина ничего не делает Так, давайте врубим меткий выстрел Может быть, мы кого-то выбьем По идее, вроде как, у нас есть преимущество Видите, по дистанции Потому что противник по нам не стреляет Видимо, у них менее дальнобойные лукари Ну, в принципе, вот эти германские товарищи У них же эти длинные лути Типа Такой прообраз английских лонгбоу Как я понимаю А нет Нет, уже по второму отряду уже стреляют В принципе, здесь Ребят скопилось очень много Они стоят, грубо говоря Один отряд зашел на другой И это очень хорошо Потому что промахнуться по ним, на самом деле, тяжело Если вы промахиваетесь по одному отряду Вы попадаете по второму Хотя, конечно, опять же Копейщиков это все дело Как-то не очень волнует Как видите, 120 и 120 Никого мы не убиваем Но, в принципе, с другой стороны Мы им таким обстрелом Можем снять некоторое количество ХП Вот, то есть В принципе, они могут потом Внезапно начать очень быстро дохнуть Так, ну что Значит, в качестве Центральной атакующей силы У нас будут топорники Со стеной щитов Она, я так понимаю Это, ну, некий аналог Такой отдаленно атакующей черепахи То есть это Построение защитное На котором можно атаковать Второй отряд В принципе, можно попробовать Завести с фланга слева Он несколько менее защищен Нежели правый У этих ребят Прачников здесь реализовать Кстати, будет очень сложно Давайте попробуем их поставить вперед Я просто вот не знаю Тут перед ним такой пригорочек сейчас И буду ли я простреливать этот пригорочек Или не буду Вот это вот большой вопрос Значит, ведем еще один отряд В леса Значит, соответственно Там мы можем начать Расстреливать конницу Если она вдруг решит К нам приблизиться Матиарии там В принципе, вполне себе умеют Значит, пикинеров бы Вообще было бы неплохо Отправлять как авангард Но с другой стороны Это только тогда Когда выбиты стрелки А стрелков, как видите Противника очень дофига Поэтому Поэтому пикинеров мы пока придержим Не знаю, на самом деле Насколько они нам Вообще Насколько их удастся В этой битве реализовать Я пока не уверен В том, что все будет окей Да, по-прежнему Никого не убиваем Ну, из копейщика По крайней мере Ну, что ж Давайте ведем топорников А сбоку уже вражеские топорники Да? Вот уроды Ну, в принципе Мы по центру должны прорывать Потому что Так сказать Давайте мы заведем На фланг Наши копиметатели Потому что У топорников Обычно не очень хорошая броня Как правило То есть Это юнит Чисто такой атакующий Если мы его расстреляем То, в принципе Все будет довольно неплохо Легионы тоже идут у нас В атаку То есть основной натиск у нас Идет по центру Так, что у нас здесь Здесь мы пока не добиваем Матиариями Мы можем в принципе Давайте их сюда выстроим Я здесь Надо будет сейчас Очень аккуратно работать Дабы френдлика избежать Так Матиарии в принципе Могут здесь поработать По вражеским Конным застрельщикам Как раз хорошая Мишень для них Если уж противник К нам не идет Ну и прачники Наши Благополучно Убежали Ну, я не знаю Здесь от них Толку очень мало И не знаю Куда их можно было Прикнуть Да и вообще Это, откровенно говоря Слабые войска Которые У них бы припасов Мало этих Германских прачников И много всего Окей Пошла жара Пошла атака по центру Матиарии работают Так Тут есть наши Кунные застрелы Их на помощь Матиариям Мы тоже подведем В принципе На левом фланге Матиарии наши Уничтожают лучников В принципе У лучников Броня плохая И в принципе Должно все Нормально происходить Здесь отряд топорников Сейчас попробуют Прорваться Мимо вражеских войск Там они открыли Небольшую дырочку В своем построении В которой можно Просочиться Они снова идут в бой Нет, тут уже Тут уже все заткнуто Тут уже все заткнуто Ну вот Кстати говоря Очень неплохо То что у Матиариев Именно хорошая броня Да То есть В принципе Против лучников Они работают Очень неплохо Как мы видим Один отряд Уже практически Аннигилировали Сейчас второй Так Лучниками Надо переводить Огонь На дальних врагов Но вроде бы Он у нас уже переведет Так что все нормально Обстреливаем Купим Вражеских морпехов Так Ну у нас осталось В тылу Несколько отрядов Которые Как бы Надо нам Тоже Выводить На противника Просто создавать Массовость Потому что Да Ну в общем Пикинеров Здесь Ну скажем так Здесь знаете ли Было во первых Много стрелков Во вторых Здесь Достаточно Все неплохо С пространством Черт Хреново Первыми морпехи Вражеские Кинули Дротики Свои Соответственно Соответственно Мы понесли Больше потерь Ну ребят Давайте Убегайте Уже что ли У вас уже Весь отряд Сдох Черт Блин Вот называется Не уничтожил Вышку Жесть Какая Сразу же Уходит Наша Застрела В общем Конных застрелов Я конечно Проморгал Че уж там Ну конечно Можно всю битву Опять же В замедленном решении Проводить Ну здесь просто Я откровенно говоря Не вижу смысла В этом деле Давайте мы Теорев Заведем во фланг Используем Стремительное наступление Лучник Этими Ну короче говоря Прачниками Мы будем Обстреливать Лучников Да да Хоть какая то Польза была Но противника Некоторые отряды Начинают дрожать В принципе Очень неплохо Действуют Наши топорники Наемные В общем Действительно Довольно таки Серьезные ребята Потери у них Небольшие Пикинеры тоже Идут В принципе Можем Вот их сейчас Использовать Потому что Вражеских Лучников Уже осталось Меньше И доприпасов У них меньше И цели у них Другие уже есть То есть Они могут просто Стрелять Градицей И обращая внимание На тренеров Копейщики бегут От наших Матиариев Это конечно Прекрасно Ну по действиям Фланговой Атаки Обстрел Уже Некоторые Вражеские Отряды Начинают Дрожать Да И похоже Мы начинаем Прорываться По центру Противник Зачем-то Бережет Своих Копейщиков Которых Он бы Сейчас Мог бы Вести В бой И что-то Поменять Но он Ничего Не делает Если честно Это Мне вполне Понятно Так Давайте Патролим Лучников Раз уж У нас Такое Дело Книвер Давайте Быстрее Конечно Они очень Медленные Чего уж там Так Все Началось Повальное Массовое Бегство Из центра Вражеского И только тут Начали двигаться Вражеские Петры Копейщики Причем Они могли Копейщиков И против Нашей Кавалерии Вывести На Свой Соответственно Ну то есть На наш Правый Свой Левый Фланг Могли На Противоположный Фланг Тоже Копейщиков Отправишь Блокировать Нашу Атаку Оттуда Но Они Ничего Этого Не сделали В итоге Они получили Хаос И Получили То что Их Катакуют Со всех Сторон В общем Я думаю Что Битву Я выиграл Так Ну Часть Наших Войск Естественно Разбивают Даже Сами Понимаете Что Матиарии Это Ребята Которые Не Особенно Полезны После Того Как Они Израсходовали Свой Безапас Хотя Как Вы Видите Они Достаточно Стойкие Хотя Ближний Будь Плохой Но Тем Не Менее Что О И Летят Франциски Ну Сами Понимаете По Убегающим Франциски У меня Стреляет Очень Хорошо Хрен Попадешь Ну Да Вообще Вот Эти Топорники Конечно Звери Все Что Я О них Могу Сказать То Том Что Они Были Нашей Главной Ударной Силой Таким Тараном Они Просто Прошли Сквозь Вражеских Копейщиков И Можно Скать Их Не Заметили Потому Что Вы Помните Что Копейщики У Противника Не Самые Плохие Куча Народа Убегает И Вот Я Сейчас Очень Сильно Жалею Что Конец Слил В принципе Фиг знает Имел Ли Смысл Все Действия С Конец Которые Я Проводил Или Нет Полководец Мертв Сейчас Все Убегут Я Я Тут Не Буду Собственно Говоря Их Сильно Как-то Преследовать Потому Что Смысл Это Не Вижу Просто Надо Разогнать Город Взять Тут Еще Остались Вражеские Вышки Которые Могут Нам Нанести Дополнительные Потери Вот А Добить Убегающих Не Особенно Нечем Впрочем С другой Стороны Если Я Правильно Понимаю То При Взятии Города Они Все Все Равно Помрут Поэтому Собственно В данном Случше Нам Пофиг Убегающих Поэтому Завершаем Бой Тяжелая Победа Ну В общем Наши Топорники Зарешали Наши Топорники Зарешали Противник Ну Совершенно Неправильно Обронялся То есть Их надо Было Чем Чем Или Кем То Фланговать Но И Все Все Ребята Полностью Померли Естественно Я не буду Подчинять Их Мы Сначала Грабим Хаф А потом Хаф Соответственно Соответственно Разрушим Я думаю Потому что Ну просто Эти ребята Банально Далеко Даже Если бы У них Был удобный Король Для нас Их Было бы Ну Ненадежный Был бы Протекторат Я так Думаю Так что Хаф Мы Полностью Разрушаем До Основания Все Варины Тем не менее У нас Не помирают У них Где-то Еще Бродит Бродячий Стэк Который Теперь Стал Ордой Ну Будем Надеяться Что Можешь Сказать Их Мощь Уже Подорвана Атакуем Флев Нам Нужно Разбираться С Франками Тоже Я Понимаю Что Зимой У нас Не Были Потери Но Вариантов Способен Никаких Нет Нам Нужно Как Можно Быстрее Лишать Франков Экономической Базы Хотя Конечно Они С Одним Городом Могут Сейчас Наверное Четыре Стэка Содержать С счетом Того Что Мы Со Стенами Опять Грабим И Сжигаем Все В итоге Во всей Германии Осталось Два Города Ну Не считая Нашего Бурсиса Осталось Ригелия Который Принадлежит Лангабардам И остался Полифур Единственный Враждебный Новый Город В Германии Ну И Собственно Говоря Смотрим Естественно Отношение у франков Очень плохое К нам И Товарищ еще Ненавидит Эти враждебные Империи То есть С ним еще И договориться Будет сложно Поэтому Тулифурт Брать Это будет Ну То есть Покорять их Я думаю Будет Ненужно Давайте Поставим Новую Новую Цель Союзникам Так как Мы Сами Справились С Хафном Или Мы Ставим На Тулифурт Или Даже Наверное Лучше На Полководцы Я Правда Не знаю Я Вообще Им Ставлю Цель Или Не Ставлю Таким Макаром Потому Что В Риме Была Немного Другая Система С Этими Военными Целями Пресловутыми Еще Союзник Еще Любит Отклонять Как Я Понимаю Потому Что Раньше Он Там Всегда Пронимался Все Отклоняет Все Очень Сложно Здесь Имеются Войска Нам Надо Оригелию Защитить А то Вдруг Они На Нее Пойдут Тут Еще Высадились На Нашу Территорию Геты Но Вы Знаете Я Думаю Что Они В таком Состоянии Что Не Представляют Нам Большую Угрозу Я Думаю Что Любых Гарнизон Разобьет Если Они Сунутся Смотрим Вот Кстати Говоря На Западных Островах Бонусов От Зимы Тоже Нет То Есть Ребят Я Подозреваю Что Это Баг Это Баговная Провинция В которой Нет Бонусов От Времен Года Вот Так У нас Германия Кстати Сейчас Опять У нас Плох С Общественным Порядком Надо Там Опять Все Прокачивать Все Эти Здания Ужас Конечно Вполне Так В Пануни В принципе Неплохо Бы Конечно За 5000 Построить Стрельбище Которое Позволит Нанимать Блистаре Тоже Интересная Вещь Прокачались У нас Ребята Которые Уничтожили Аланов Так Слегка Не в себе Четверо С минус Один Главное Чтобы Эта Негативная Черта Не Не Развивалась Еще И жена Транжира Но Это Муж Если Правят На самом Деле Это Не Так Страшно Потому Что Как Я Понимаю Это Имеется Ввиду Если Муж Правитель Фракции А Им Он Стать Не Может По Определению Так Давайте Поставим Варвара Перебежщика Потому Что Вроде Как Аланы Которые Могут Напасть Варварами Считаются Вроде Это Не Кочевники А Варвары Судя Это Должно Быть Именно Так Так Ну Че Нам Лучше Взять Кольчуг Наверное Возьмем Так И Что Касается Вот Этих Вот Вещей Хитрость 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 Давайте Возьмем Хитрость Блин Опять Чтобы Чуть Чуть Поменьше Платить За Содержание Войск Сплоченность Нам Здесь Кстати Не Помешает Давайте Тоже Плюс Одну Единичку Ну Естественно Пополнение Ну В общем Все Все Более Менее По Стандарту Так И Вот Чего На мелком И Несколько Штук Армигири Дефенсорис И Кстати Обратите Внимание Армигири Дефенсорис Дешевле Чем Легион То Есть Это Пехота Которая По Стотам Лучше А И По Содержанию Дешевле Если Я Правильно Понимаю То Единственное Достоинство Легиона Это То Что Легион Имеет Пилмы Вот То То есть В остальном Вот Армигири Дефенсорис Просто Намного Лучше И Просто Выгоднее Даже Экономически Чем Легион Вот В принципе В гарнизонах Легион Нормально А вот В полевых Боях Зачастую Важно Танковать При штурмах Очень важно Танковать К сожалению Геоты Не хотят С нами Минный Договор Просто Неохота Минуть Изгорения Мас Ужас Просто Они далеко Живут Да Кстати Вот Надо Не забывать Про эту Армию Которая У нас Пришла На пополнение На нашу Территорию Так Опа Хе-хе-хе-хе На нас Напали Франки Так У них Много Багаудов Так Это В главной Армии Одни Багауды И Прави Оооо Так Опытные Германские Копеечки И франц Иначе Иначе Бо Они Уничтожили Так Значит Пехоту Мы сейчас Выделяем Все Отправляем На правый Фланг На соединение С союзниками Значит Конницу Мы сейчас Сразу Поведем На противника Чтобы убить Вражеского Генерала Дело в том Что Первая армия Которая Будет Именно Сейчас Развернута На карте Это Армия Слабая Которой Только Одни Мечники И Один Отряд Прощников То есть Мы Можем Сейчас Попробовать Ушатать Генерала Для нас Я боюсь Что это Один из Немногих Шансов Затащить Эту Битву Потому Что Во-первых Опытные Германские Копейщики Это еще Хуже Чем Обычные Германские Копейщики С которыми У меня Проблемы А у меня Видите Что у меня Из Пехоты Ближнего Боя То есть Мечников Топорников Всего Два Отряда И Причем Один Отряд Это Топорники Бомжи Полнейшие Вот Я вообще Не уверен Что они Могут Ушатать Хотя бы Одних Вот этих Опытных Копейщиков В бою Один на Один Вот Но Самая Поганая Вещь Это Франкские Метатели Топоров У них Франциски Есть Но Если Кто не Знает В плане Исторические Справки Франциски Это Метательный Топор Собственно Франкский Да Который Как раз Очень Активно Использовался В Эпоху Падения Римской Империи Западной Значит Здесь Мы Будем Обстреливать Одновременно В общем Все силы Мы бросаем Для того Чтобы уничтожить Вражеского Пауководца Иначе Будет Все Очень Плохо Все Будет Очень Плохо Вот Франциски Бывали И Ближнего Боя С Более Длинным Древком Да И Метательный Соответственно Древко У них Было Короче Руки Таких Обычно Делалось Собственно Франциски Метатели Топоров Это Топорники Которые Во-первых Ну то есть Они сражаются И в ближнем Бою Тоже Имеют Хороший Натиск И Главное То что Они Кидают Эти Франциски А вы знаете Франциски Это такая Дрянь Ими Правда Надо уметь Играть Но Вот Нам Сейчас Предстоит Оброняться И Против Оброняющихся Войисков Франциски Это страшные Прикрывать Своего Генерала Отводим Наших Лучников Не знаю Может Перестрелку Включить Режим Я вообще Не люблю Этот режим Если честно Вообще Юзать Потому что Он Работает Часто Не так Как я хочу Потому что Они Начинают Убегать Не от того Отряда Которого Надо Так Ну Противника Полотряда Ушло Уже Генерала Надо Сейчас Добивать Его Обязательно Значит Прачников Надо Поотогнать Хорошо Что У Богоудов Нет Пилумов Иначе Нам Сейчас Было Очень Плохо Вообще Богоуды Кстати Тоже Довольно Интересное Явление Которое В принципе Я думаю Тоже Значимо В контексте Падения Западно-Ревской Империи Кто Это Такие В принципе Это Такие Гальские Партизаны Которые Надо Сказать Движение Их Очень Долго Продолжалось То есть Началось Оно При том же Собственно К сожалению Мы Про Богоудов Знаем Очень Мало Кто Это Были Такие Потому Что В общем Эти Те Кто писал Исторические Книги Сами Понимают Были Представители Высших Классов И Богоудов Просто Изображали Обычными Бандюками Так У нас Генерал Убегает Но Нам Нельзя Чтобы Он Убегал Он Убивать Иначе Не будет Штраф От морали Того Который Нам Нужен Так Ну Давай 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 Быстрее Вражеский Пулководец Убит Отлично Отходим Отходим Отводим Наши войска Блин И вот Не доконтролил Я Один Отряд Конных Всадников Ой Конных Лучников Конных Всадников Приказ Ну Здесь Правда Есть И не Конные Есть Верблюжи Но Не в Этой Битве Скажем Так Сейчас Нам Надо Быстренько Очень 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 Быстренько Отходить Даже Давайте Отойдем Таким Обратным Чарджем Противник Начинает Мигать В принципе Может Попробовать Этих Ребят Побить Но Вы знаете Я Не хочу Тем Заниматься Лучше Уж Их По Стрелку Убивают А нам Просто Скажем Так Конец Еще Пригодится Для того Чтобы Гонять Остальных Ребят Так Кстати Союзники Как видите Это Просто Полные Удоды На самом Деле Они Абсолютно К нам В общем Не захотели Подходить И заняли Наверное Самую Неудобную Позицию Которую Вообще Можно Придумать В данной Ситуации То есть Они Встали Во-первых На открытом месте Хотя Лучше Здесь Естественно Сами Понимаете Вставать В лесу Когда У противника Огромное Количество Во-первых Кавалерий Во-вторых Есть Серьезные Метательные Вещи Типа Франциски Я вот Правда Не знаю Но Франциски Так же Влияет Лес Как На Другие Метательные Снаряды В меньшей Степени Но В любом Случае Лес Это Защита От метательных Снарядов Это Твердо Установлено Теми Кто Тестировал Вот Ну и Сейчас Наша задача Сделать Как Значит Впереди Перед фронтом Союзных Войск Я поставлю Западную Полатинскую Ауксилию Потому что Она умеет Строиться В Черепаху Черепаха Это единственное Построение Которое Нам может Помочь Против Франциска Вот Потому что Все остальное Они просто Просто Они всех Изрубят В труху Просто Это На самом деле Очень Очень Серьезный Метательный Снаряд У них Урон сквозь Доспехи 100 То есть В принципе Грубо говоря Один залп Он может Просто уничтожить Целый отряд А Один отряд Вот этих Франциских Метателей Топоров Способен До Двух залпов Сделать Или даже До трех Иногда Если Какой-то залп Не полный Получился И так далее Так Противник У нас Будет Наверное Долго До нас Идти Я тут Наверное Вырежу Небольшой Момент Значит Как нам Надо Построиться Давайте Мы Наверное Каву Нашу Ударную Отведем В лесок Спрячем Ее Там Значит Лучников Мы Сейчас Наверное Поставим Используем Такую Тактику Римоса Свистящий Обненный Выстрел Вот Потому что Наш шанс Это просто Противника Разгонять Не Уничтожать А не Разгонять Просто Очень Плохая Позиция Это С одной Стороны С другой Стороны У Союзников Есть Неплохие В общем-то Лучники Которые Ну То есть Бросать Союзников Это Тоже Не Вариант Хотя Конечно И Хотелось Потому что Они Вообще Ничего Не Делают Видите Вышли И Стоят Молодцы И Че Красавцы Так Распределяемся Ну Впереди Ставим Прощи По бокам Ставим Копьеметателей Ну И Вот Собственно Противник Уже К нам Подошел И Сейчас Будет Момент Который На самом Деле Сыграет В этой Битве Довольно Так Большую Роль Через Некое Время Так Значит Как Эти Ребята Идут Ну Значит Франциски У нас Идут Уже В задних Рядах Это Кстати Плохо Потому Что Они Будут Кидать Топоры Уже В тех Кто Будет Связан Блэм Ну В общем Вот То Что Я Сделаю То Что Сыграет Роль В этой Битве Сразу Скажу Заранее Вот Я Завожу Свою Кавалерию В тыл Один Всего Лишь Отряд Сами Понимаете Что Такой Большой Армии Один Отряд Не Представляет Особенно Никаких Проблем С ним Разобраться Но Противники Стрелки Это В основном Прощники Которые Не Смогут По нам Сейчас Стрелять Если Я Зайду Сзади Потому Что Они Будут Попадать По своим Они Не Могут Стрелять Они С ним Огнем Вот И Таким Образом Сейчас Можно Будет Немножко Патрулить Топорометателей Скажем Так Ну А пока У нас Отряд Шарится По Тылам Давайте Немножко Поговорим О Франках Раз уж Мы С ними Воюем Ну Слово Франк Значит Отважный Или Вольный В переводе С местного Языка Я уже Говорил О Солических Репуарских Франках В принципе Я думаю Что Довольно Неплохо Можно Собственно Понять Что это Были За люди Например На основе Сочинения Того же Самого Григория Турского Который Состоял Так Называемую Историю Франков Описал Там Деяния Пресолутого Короля Хлодвига Ну И Хлодвига Все в школе Проходили Знают Знаменитые Случа Из Чаши Суасона Но Если Кто-то Забыл Я напомню Ну В общем Суасонская Область Это Та самая Последняя Как бы Римская Область В Галии Хотя Она Была Не Подчинялась Центральной Власти Это Была Сепаратистская Область Но Это Были Как бы Римские Сепаратисты Вот Соответственно Что Собственно По этому Поводу Пишет Турский Григорий Турский Сообщает Что Еще Во время Борьбы За Город Суасон Франки Захватили В одну Из Церквей Чашу Удивительной Величины И красоты Епископ Римской Церкви Обратился К Хлодвигу С предложением Вернуть Реликвию Хлодвиг Согласился Но Сказал Что Вернет Чашу Посадили Жад Добычу В Суасон Если При Разделе Чаша Достанется Ему Пожреби Ну Вы знаете Что В этих Племенах Добыча Обычно Делилась Между Вождем И Его Дружинниками Причем Зачастую Им Пожреби То есть Не обязательно Скажем Так Вождь Получал Все Или Самое Ценное Но Хлодвиг Как раз Стремился К укреплению Своей власти Хлодвиг Обратился К своим Дружинникам С просьбой Отдать Чашу Для возвращения Ее Епископу Дружинники Ответили Делай Все Что Тебе Будет Угодно Ибо Никто Не Может Противиться Твоей Власти Однако Не все Дружинники Были готовы Беспрекословно Подчиниться Власти Короля Среди Воинов Были Жилы Воспоминания О тех Временах Когда Король Был Обязан Делись С ними Добычу Пожреби Поэтому Один Из Воинов Не Согласился С остальными Дружинниками Поднял Боевой Топор И Разрубил Чашу С вами Ничего Из этого Ты не Получишь Кроме Того Что Полагается Тебе Пожреби Король Взял Испорченную Чашу И Передал Ее Посланцу Епископа Но Как утверждает Григорий Турской Кротости Терпения Цитирую В кавычках Хлодвига Были Недолговечный Через год Он Собрал Свою Дружину И Произвел Смотр Оружия Подойдя Во время Осмотра К Непокорному Воину Хлодвиг Сказал Что Его Оружие Содержится Беспорядки Король Вырвал У Непокорного Воина Боевой Топор И Разрубил Ему Голову Король Сказал Так Ты Поступил С Чашей В Суассоне Всем Остальным Король Велел Расходиться По Домам Внушив Публичной Расправой Большой К Себе Страх Собственно Говоря Ну Вот Так Варвары Проводили Свою Политику Как Видите Мы Отманили Пару Отрядов Вот Этих Самых Топором Метателей Возможно Именно Таким Топором Которыми Пользуются Эти Ребята Хлодвиг Рубил Голову Своему Воину Но На самом деле Хлодвиг Вообще Был Такой Отстоять Старый Порядок Где лежат Добычи Между Дружинником И Вождем Хлодвиг Вышел Победителем Утвердив Принцип Исключительности Королевской Власти Собственно Говоря Ну Например Что еще О нем Пишут Хлодвиг Велел Сказать Хлодвиг Сыну Сигберда Короля Репуарских Франков Сам Хлодвиг Был Солический Вот Уже Отец Твой Старый Хромно Больной Ногу Когда он Умрет Его Владение Наша Дружба Достанутся Тебе Хлодвиг Понял Намек Убил Отца Дал Знать Хлодвигу Отец Мой Умер Сокровища И земли Его Теперь В моих Руках Пришли Сюда Кого Ни Из Твоих Проближенных Я С радостью Дам Тебе Какие Хочешь Из Моих Бог Хлодвиг Благодарил И просил Показать Эти Сокровища Своим Послам При Осмотре Один Из Послов Умер Молодого Короля Вслед За Этим Сам Хлодвиг Явился В Кельн Ну То 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 же Сам Колонию Грепина Да Созвал Народ И Сказал Послушайте Что Случилось Когда Я Плыл При Кешельде Хлодвиг Сы Моего Родственника Мучил Отца Своего Говоря Что Я Хочу Его Умертвить То 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 Сигберт Бежал В лес Букони Где Он Остигли Убийцы Послан Сыном Это Также Был Убит Не Знаю Кем В то Самое Время Как Он Разбирался Кровища Отца Я Вовсе Не Участвовал В делах Так Так Как Нельзя Проливать Крови Родных Моих Это Запрещено Но Так Как Дело Кончено Я Прошу Продолжу Вам Совет Исполните Если Найдете Полезным Обратитесь Теперь Ко Мне И Вступите Под Мое Покровительство Народ Ответил Рукоплесканиями И поднял Его На Щит Другой Король Франков Харарих Был Месть С С С С Обманом Взят В плен Хлодвик Велел Обоих Постричь Духовное Звание Старик Плакал Сыну Тишал Говоря Эти ветви Срезаны Зеленого Дерева Они Высохнут И поднимутся Если Засветут Снова Солла Дошли До Хлодвика Он Велел Убить Обоих Рагнахар Вождь Камбресских Франков То есть Еще Одна Вет Франков Ну Я Так Понимаю Менее Наши товарищи Ждут В засаде Сейчас Можно Попробовать Зайти им В тыл Нашей Кавалерии Штурмовой Попробовать Убить Второго Вражеского Генерала Я уж Не знаю Повлияет Это На мораль Не повлияет Я честно Говоря Не в курсе Так что В принципе Статус Потрясины У них Уже Есть Рагнахар Вождь Камбресских Франков Вернуть К тому Чем Я говорил Помогал Хлодвику Этого Естественно Не спасло Хлодвик Подкупил Дружину Напал Внезапно И Рагнахара Вместе С братом Привели К победителю У брата В цепях Хлодвик Спросил Зачем Ты посрамил Урод наш Давши сковать Себя Лучше бы тебе Было умереть То есть Он был еще И троллем Короче говоря После этих слов Он размашил Голову Рагнахара Секирой Потом Обращаясь К его брату Сказал Если бы ты Помогал Брату твоему То на нем бы не было Цепи И тоже Разрубил Голову То есть Веселый был Товарищ Просто Прекрасный А дружина Которая Изменила Собственно Своему Господину И позволила Хлодвику Таким образом Устранить Политических Конкурентов Вместо Обещанных Золотых Монет Получила Медные Ну Кому они Соответственно Куда они Теперь денутся Подводные В общем Короче говоря И Особенно Прекрасный Момент Когда Хлодвик Уже Разгромил Все остальные Племена В основном Обманом Он Значит Созвал Кучу народа И стал Публично Жаловаться Какой кошмар Остался я Один Одинешенек Родственников У меня Никаких не Осталось Но Как Пишет Турский То Делал это Он Не потому Что Гревал Об их Смерти А по Хитрости Рассчитывая Что Не сможет Ли он Случайно Найти Кого-то Еще Из Родственников Чтобы Его лишить Жизни Если вдруг Кто-то Объявится Типа Нет Вот Вот Еще Жив Чтобы Его Можно Было Выявить И Убить Вот Такой Вот Прекрасный Товарищ Правил Франками Я думаю Что Скажем Так После Этого Нам С вами Совсем Не Жалко Уничтожать Но На самом Деле Справимся Ли мы С этой Задачей Это Большой Вопрос Как Видите Противник Сохраняет Чистое Преимущество Хотя Некоторые Отряды Начинают Убегать Не Может Не Радовать Включаем Свистящий Огненный Выстрел Но Правда Если Кони То Сразу Убежали То На Метателей Топоров Которые Меня Больше Всего Волную Это Действует Как В меньшей Степени Ударную Вражескую Кавалерию С помощью Копейщиков Конечно Их тут Могут Накрыть Францисками Но Я Уже С этим Поделать Особенно Ничего Не Могу Противник Пытается Обходить Меня Кавалерией С Моего Правого Фланга На Оставаясь Вне Досягаемости Моих Копьеметателей И Вот Здесь Плохо На Меня Выходит Вражеская Ударная Кавалерия Я Ситуация Давайте Попробуем Контр Чарж Я Не Понимаю Они Вообще В Чарж Идут Да Похоже Идут Плохо 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 Скорее Всего Я Сейчас Свою Кавалерию Солью Жалко На самом Деле Ее Конечно Лучше Было Оставить Потому Что Видите Сколько Убегающих И Вообще Все Достаточно Сложно Так Соответственно Как видите У меня Достаточно Таком Построении С большой Глубиной Находятся Мои Мечники Топорники На тот Случай Если надо Удвигаться Одних Из них Мы Выдвинем Что Давайте Атакуем Копьеметателями Вражескую Кавалерию Иначе Она Потом Вступит В бой В самый Подходящий Момент Да В общем Кавалерия У нас Ушла Блин Франциски Метатели Топоров Похоже Убегать Не Собираются Вот Тогда Я Не знаю Что Делать Если Честно То Есть Они Под Обстрелом Они Не Убегают Это Очень Плохо Так Значит Копейщики Которые Могут Вставать Черепах У нас Стоят Наша Западная Платинская Ауксилия Потому Что Она Франциски На себя Принять Может А вот Остальные Копейщики Должны Двигаться Им Им Желательно Набегать На Противник То есть Идти В Чардж Просто Потому Что Большая Часть Франциска Пройдет Францисок Я даже Не знаю Как правильно Сказать Франциска Пройдет Все таки Мимо Них Она Просто За спинами Падет Так Ну Я не знаю Нам Надо Что-то Делать Давайте Что-ли Нашу Ударную Кавалерию Введем В бой Там Правда Вражеская Ударная Кавалерия Еще Подходит Не слил Противник Быстро Всю Свою Кавалерию Как Он Обычно Делает И Сразу У меня Большие Проблемы Возникают На самом деле Так Франглые Копеечки Идут Вперед Надеюсь Что Они Сейчас Помогут Справиться С Вражеской Кавалерией Огромное Количество Вражеских Войск Убегает Это Меня Совершенно Не Радует Ну В смысле Да Убегает И Я Ничего Не могу С ними Сделать Не могу Убить В этом Смысле Так Идет У нас Чардж Чардж В спину Вражеским Метателем Топоров Ну Надеюсь Сейчас Они Уйдут Так И Нам Во фланг Заходят Мещники О Плохо Все Очень Плохо Ребята Все Очень Плохо Что Ж Придется Нам Вводить В бой Один из Отрядов Западной Полотинской Ауксилии Потому что Ага Метатели Топоров Несколько Отрядов Отстали Как раз В результате Всех Наших Действий Которые Были Предприняты Ранее Поэтому Давайте Мы Перейдем Все Так В атаку Попробуем С флангов Охватить Отряд Противника Значит Бафаем Наши Войска С помощью Генерала У нас Тут Наши Метатели Конечно Страдают Их Уничтожают Вражеские Войска Но Вот На Правом Фланге Мы В принципе Неплохо Ушатали Противника Сейчас Наша Задача Это Разбить Здесь Остатки Вражеской Кавалерии Не знаю Вражеские Мечники Еще Живо В принципе Богоуды Это В принципе Более Менее Бомжи Ну Собственно Вот Говоря Про движение Богоудов Просто Это движение Началось При комодии Продолжалось До самого Распада Римской Империи Более Того Оно Продолжалось Даже После Этого Богоуды Это Некие Гальские Партизаны А впоследствии Испанские Которые В принципе Их в основном Называют Разбойниками Даже Не ясна Сама Этимология Слова Богоуд То ли Это Советские Историки Предпочитают От термина Борьба Это Все Выводить Понятное Дело Политическим Причинам Так Так Буржуазы Можно сказать Так Историки Предпочитают От термина Бродяги Там На каком-то Древнекиевском Языке Короче говоря Проблема В том Что это Движение С перерывами Продолжалось Вплоть До Вот даже До Вестготского Королевства В Испании Там В Тараконской Испании Как раз В этой провинции Главный центр Бугаудов Вот С Бугаудами Кстати связана Очень интересная История Про то Как Гальская империя Скажем так Закончила Своё существование Вы помните Что После кризиса Третьего века Образовалось Такое Сепаратистское Образование На территории Галии И В общем Там Последним Императором Этой Гальской Империи Был некий Тетрик И В общем От него Собственно Говоря На его территории Произошло Восстание Этих самых Бугаудов И В общем Ага И Противник Разбежался То есть Хватило Пара Выстрелов С висящими Огненными Стрелами Окей Так Ну что ж Вы знаете Может быть И затащим Может быть И затащим Значит Атакуем Сейчас Двух сторон Ребят На правом фланге Нам надо Их разогнать И подготовиться К приходу Еще Трех отрядов Метатилей топоров Видите Они отстали Если бы Они не отстали То нам бы Было Намного хуже Потому что Во первых Они бы атаковали Нас уставших А теперь Они будут Атаковать Нас Наверное Более Менее Свежих И Во вторых Опять же Та плотность Огня Которую Они могли бы Создать Огня топорами Она была бы Конечно Намного Больше Еще один Вражеский Генерал Сейчас должен Уйти Он нам Подставляет К оприметателям Свою Филейную Часть Зря он Это делает Что я могу Сказать Так А что Здесь А кто Стреляет С кораблю Не о чем Стрелять Чего Что Это они Сами себя Пугают Что ли Прекрасно Что я могу Сказать Просто Молодцы И пытаются Убежать Ну молодцы Причем Я их ведь Посылаю В ближний бой Но все равно Они пытаются Стрелять Огненными Стрелами Это кстати К вопросу Ребят Вот Мне В комментариях Самые разные люди Там Ну не обязательно Даже вот здесь А я иногда Оставляю комментарии Других Лицпойщиков По тоту лору Мне значит Доказывают Огненные стрелы Не снижают Мораль Союзников Вот это вот Что вот сейчас Было Если что Отмотайте На несколько секунд Назад И посмотрите Что там Написано От чего У меня идет Дебаф Как видите Ни союзники Не стреляют Огненными Стрелами Ни противник Не стреляет Огненными Стрелами Только свои Поэтому Огненные стрелы Тоже снижают Свою мораль Это нужно понимать Не только Свистящий выстрел Ну так вот Собственно говоря Вот этот самый Тетрик Он Последний Гальский император Он банально Испугался Испугался Восстания Багаудов И Собственно Пришел Под центральную Власть Рима Под гарантией Личной безопасности Просто Чтобы Так сказать Избавиться От этого самого Восстания Так Если эти ребята Атакуют Пуму То Нам не сдобровать У них Опять же Есть Франциски У них Полные Юниты У нас В основном Одни Копейщики Бомжетопорники Генерал Который В условиях Того Что противники Есть бонус Против пехоты Скорее всего Сольет Воюя Один на один У копьеметателей Копья почти Закончились У Конных лучников Стрелы Почти тоже Закончились В общем Все плохо То есть Короче говоря Движение Багаудов Оно Последний раз Уже подавляли Именно В Испании Ну вот Опять же Знаем о них Мы немного То есть Как бы Было ли это Нечто большее Чем просто Какое-то Восстание Эксплуатированных Мас Как говорят В советской Литературе Это на самом деле Тоже вопрос Который требуется Его исследовать Ну то есть В Галин Регулярно Было неспокойно И надо сказать Что Недавно Мне например Попалась Такая книжка Называется Медленная смерть Римской империи Как там Автор По-моему Адриан Глусфорти Что ли Ну честно говоря Книжка мне не очень понравилась Но В принципе Автор справедливо указывает То что Огромную роль В падении Римской империи Сыграли Восстание И Гражданские войны Вот То есть Там Приводится довольно Впечатляющая статистика Что Начиная с Какого-то императора По-моему Я уж не помню С кого По-моему Септимии Севера Что ли Ни один Император Ни разу Так не получалось Что Не было вообще Никакой гражданской Войны В государстве Вот То есть Как бы Ну Другое дело Что автор По-моему Абсолютно Не Исследует Причины Этих самых Гражданских войн Ну вот Первое Восстание Богоудов Оно вообще Было связано С аграрным Кризисом В Галлии Который По идее Как считается Был спровоцирован Большими потерями Именно Гальского Населения В Парфианской Войне И В Маркоманской Войне Плюс Была эпидемия Чумы В итоге Банально Не было рабочих рук И В итоге Все это Привело К экономическому Кризису Значит Я сменил Сейчас выстрел На тяжелый Потому что Эти Топорники Довольно таки Бронированы Вот Может быть Мы хоть так Как то сможем Немножко пробить Очень хорошо Что они не пытаются Сгруппироваться Это меня очень радует С другой стороны Проблема в том Что наши войска Сейчас могут Просто банально Разбежаться Вы видели Что у меня Оставалось Сколько там Три отряда Все вот эти Оставались живы Конных Лучников А в итоге У меня Все У меня остался Один Самый непокуцанный Остальные Просто подумали И убежали Вот эта механика Что они Сначала подумают А потом убегут Мне не нравится Если честно Так Заходим противнику В тыл Конечно Понятно Что чардж Будет не очень Хороший Но тем не менее И атакуем Как раз В тот момент Когда они Собираются Кидать Франциски Но блин Они разворачиваются Отходим Отходим И я надеюсь Сейчас копьеметатели Немножко Настреляют Спину Хотя бы Пол отряда Таким образом Ушло Если что Просто Вот что я их Так боюсь И вы можете Посмотреть У кого есть Атила Собственно Ростер Франков Да Это в общем Это самый лучший Топорник Хотя они Второго уровня Вот они Кидают Франциски Ну и как вы Видите Черепаха Хорошо работает Против Франциска И мы Атакуем Товарищей С флангов Нам сейчас Надо очень быстро Их уничтожать Но при этом Помнить Про подходящие Остальные отряды Так Так Все Отряд ушел Отряд ушел Отлично Ну все Произошло Довольно быстро Я сейчас говоря Даже не удивлен Что так хорошо Все получилось Так То есть Юнит Стоит где-то Там Если его Брать Брать в Ну Пользовательских Или мультиплеерных Битвах Где-то там Что-то 750 То есть Это довольно Серьезно Ребята На самом деле Так Перестраиваемся Опять же Включаем Черепаху Я кстати Генерала Юта не включил Я дурак Я сейчас Ну генерала потерять Ну в принципе Они правда Стреляют Обычно В ближайший Отряд Поэтому Большой Сейчас Подходит Уже Два Отряда И Как вы видите У меня не осталось Боеприпасов Никаких То есть Не стрел Копии Мне это совсем Не нравится Ждем Союзник Как видите Просто Прекрасен Единственное Что он сделал В этой битве Хотя нет У него еще были А вот Слушайте Союзник Атакует Что-то Серьезно Серьезно Или Что он делает Так Франциски Пошли Ну что ж Последняя Собственно Вражеская Атака С фланга Атакуем Топорниками Атакуем Атакуем Всем Что у нас Есть Это все Что я могу Сказать Кстати По поводу Использования Этих Черепахи Против Францисок Есть на самом деле Один довольно Интересный Нюанс Но я наверное Здесь не буду О нем Говорить Может быть Я сделаю Даже Один Юнит Тест На этот счет Потому что Там все Достаточно Интересно И не очевидно В общем Посылаем В атаку Всех С тыла С обоих Флангов Я надеюсь Что сейчас Мы их О и союзник Наконец-то Наконец-то Эти ребята Пошли в атаку Хоть что-то Они делают Не ну Они в принципе Стреляли С луков Хоть на том Спасибо Блин Мы их не ушатаем Это будет плохо Начинают они убегать Так Еще один Чардж В спин Все Все Это победа Ну В общем В общем Жесткая была Битва На самом деле Ну вы знаете Довольно-таки Эпично Эпично Пусть и первая победа Но В целом Я думаю Нормальная битва Просто Опять же У противника Были реально Качественные войска У нас Я реализовал Своё преимущество По кавалерии Хотя оно было На самом деле Не такое большое И Если бы У меня было Еще больше кавалерий Я бы наверное Смог бы добивать Большую часть отступающих Но это не так Что ж Обращаем в рабство Естественно Этих ребят У тебя почему-то Низкий процент Пополнений Хотя Пленных Довольно много Ну ладно Ну и собственно Франки Разбегаются И если я правильно Понимаю То бывая Мощь франков В принципе Подорвана То есть мы можем Сейчас Если наберем В следующей серии Наемничков Можем наверное Даже Уничтожить их Последний город Отправить их В жалкое существование Кочевой фракции И соответственно После этого Планомерно Их ликвидировать Вот такое вот Было сражение На мой взгляд Вполне себе Какое Эпичное Интересное Пусть мне пришлось Немножко монтировать Потому что Они там очень долго Подходили Но Как-то так Маркоманы Ничего не делают Тюринги Тюринги В общем У них по-моему Как ни странно У них похоже Нет денег Потому что Они Не нанимают Семь новые войска Но это правда Пока им Деньги же Я так по из воздуха Ну я думаю Это неплохой момент Чтобы серию завершить Убили мы этого Инстаграма Или как его там Звали Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте Дальше будет еще интереснее С вами был Андрей Всем пока